Шоу-бизнес Made in KZ очень плох. Такое питье слышишь довольно часто. Причина? В меркантильных продюсерах, в исполнителях, не обладающими нужными данными, в клипмейкерах, ваяющих конвейерные ролики. В конце концов, сам зритель виновен в выборе своего кумира. Мы попытались разобраться, что, как и почем. И, естественно, нельзя было проигнорировать глаз народа. Если честно, мы казахстанские звезды не слушаем и, как таковых, не знаем. Прогресс есть, а так-то некачественных тоже много, очень, очень много. Нет таких песен, которые бы задевало, чтобы мы пошли и послушали. Ну, таких вот, таких сильных певцов, которые есть, допустим, в России, таких нет у нас. Я не считаю то, что так сильно востребованы наши звезды на корпоративах. Именно наши звезды. А корпоративы на достойном уровне проводятся со всеми другими звездами. Надеюсь, с развитием нашей страны, то и шоу-бизнес, все будет развиваться в лучшую сторону. А в целом оно находится, именно оно находится в неком коммунтозном состоянии. Возможно, в ближайшее время это произойдет какие-то изменения. Возможно, это состояние перейдет в бодрствование, скорее всего. Процентов на 60, наверное, люди поют, что попало, как попало, где попало. Это такой беспорядок, который до сих пор наблюдается. Можно абсолютно взять некую бездарность, которая не имеет ни слуха, ни голоса, даже внешность. Можно и сделать за деньги, и внешность, и слух, и голос. И в западных странах, например, там человек сначала записывает альбом. Этот альбом хорошо продается. И после того, как там выявляются какие-то хиты, народ любит, потом идет уже тур. Так же это делается? У нас же этого нет. Были бы другие бюджеты, были бы другие клипы. Потому что зритель всей кухни не знает и говорит, а вот это так, а вот это сяк. А на самом деле все очень сжатые сроки. А из-за чего? Из-за того, что бюджеты маленькие. Еще не все потеряно. Живобизнес развивается, слава богу, что-нибудь изменится в этом направлении. Нет залов. Где выступать казахстанскому артисту, если нет залов и отсутствует таковых вообще в целом? Раз. В этих залах необходимы специалисты. Световики, звукорежиссеры, инженеры и пятые десятки. На тебе, на тебе, на тебе денег, на тебе денег, на тебе денег, на тебе, на тебе денег, на тебе, на тебе денег. В плане того, что работая на кассу, продавать билеты, приезжать в этот город, посчитайте экономически, это будет вам не выгодно. Я уже как бизнесмен говорю. Наверное, проблема в том, что и зритель пока не так привык к походам на стадионы для того, чтобы слушать именно наших звезд. Были попытки, это делают, но в основном не так успешно, как хотелось бы. Это стоит огромных денег. Одна аренда звука обходится, скажем так, ой, не буду говорить, суммы в очень большую копеечку. К сожалению, наш артист бедный стоит в десятки раз дешевле, ни в коем случае не потому, что он хуже, ущербнее, менее талантлив и так далее. Но это вот закон рынка, который пока никто не может поменять. Как видно, казахстанским артистам не приносят коммерческой выгоды ни организация концертов, ни даже продажа альбомов. То есть те инструменты, на которых за рубежом сколачивается состояние, в Казахстане просто неэффективны. Остается один путь – корпоративный. Сейчас все артисты, которые у нас существуют, они все-таки больше живут за счет корпоративов. Корпоративы, слава богу, что они есть. И пусть они будут. Потому что на эти деньги мы снимаем клипы. И у нас очень много артистов, 9 из 10, которые не продаются. Это абсолютная правда. Они могут говорить, что у них жесткий гастрольный график, что у них постоянные выступления. На самом деле это большая неправда. Есть кто-то, кто тянет больше, кто тянет меньше. Некоторые проекты, вот как проект группы «Перцы» мы закрыли просто за экономической невыгодностью. Музыкантов очень много хороших. Но, к большому сожалению, они не могут реализовать весь полностью свой потенциал в нашей стране. Наши гонорары несоизмеримо малы по сравнению с гонорарами российских исполнителей. Гонорар Дима Билана – это 40 тысяч евро, а среднестатистический казахстанский артист – 3-4 тысячи долларов. К сожалению, конечно, приходится признать тот факт, что деньги на сегодняшний день все-таки решают твою популярность. Ты выпучи глаза, встречаешь российского артиста и сам начинаешь ему поклониться. Простите, пардон, это твой коллега. Он такой же. У него такие же две руки, две ноги, одна голова. И не факт, что он поет лучше. Музыку твоей стала, музыку твоей стала, между судьбой ты стала незнакомая. Даже если делать какое-то сравнение, среди наших исполнителей казахстанских, даже поболее есть певучие, поболее посимпатичные, поболее музыкальные, грамотные намного, нежели из приезжих российских исполнителей. Я знаю, что у российских исполнителей для Казахстана отдельная гонорарная ставка. То есть, когда называют любой город Казахстана, все, включаются счетчики, нолики. Я не знаю, что тут они хорошо заработают. Обидно? Досадно? Ну ладно, придется прорываться с одним. Конечно, всегда легче свалить вину на других, обвинив всех и вся в собственных промахах. Но мы же понимаем, что в первую очередь все зависит от идеи. И даже малобюджетный клип может стать шедевром. И принести исполнителю популярность. Или утопить его. На долгое время. Из чего и свои заказчики при съемках видеоклипов. Давайте в этом разберемся. Мы снимаем клипы согласно тому, насколько это окупается. Не потому, что мы не умеем. Мы умеем. Но зачем снимать клипы за 50 тысяч, за 100 тысяч долларов, если они никогда не окупятся? Я не скажу, что у нас все клипы хорошие и так далее. И если там зрители или кто-нибудь еще мне скажет в лицо, что у вас клипы не такие, я соглашусь с этим. Потому что все равно это замкнутый круг. Шоу-бизнес у нас очень маленький. И на самом деле и продакшенов не так уж много. Было бы больше продакшенов качественных, профессиональных, было бы больше музыкантов, было бы больше музыкальных каналов. Вот тогда бы у нас все задвигалось. Мы снимали клипы по 40-50 тысяч долларов. Какой смысл? Для чего? Если брать новеньких, в среднем берут и от штуки начинают, и там до 10. В основном начинается там где-то от 7-8 клип. Сняв клипы за 100 тысяч долларов казахстанскому артисту, показывая его в Казахстане, вы никогда не сделаете этого артиста дороже какой-то среднестатистической стоимости, которая существует. В общем-то нам, продюсерам, и выбирать-то не приходится. То есть у нас есть ровно 3-4, максимум 5 клипмейкеров, которые соответствуют на сегодняшний день худо-бедно, законом сегодняшних требований. Мы придумали рассвет на серебряной луне. В свое время был Беркович, в свое время были братья Богачевы. Все они считались непревзойденными мастерами камеры. Я согласна, братья Задарновские, в их клипах есть идея. Есть идея, есть драматургия, есть конфликт. Порой не хватает хорошей картинки. При хорошем бюджете они могут сделать шедевр. Мне нравится их подход, по крайней мере, не затертый. Много проектов, которые приходят, да, и нету ни смысла, ни качества, ни идеи, что хотел сказать о этой песне, да. Я буду ждать, ты обо мне не забывай. Допустим, очень приятно работать с Динкой Зеленаской, да. Она никогда не покажет, что у нее настроение там или еще что-то еще. Она все чувствует, что-то четко, конкретно исполняет. Когда-нибудь, наверное, мы начнем понимать ху-ис-ху. Сейчас никто ничего не понимает. Есть определенный бардак в этом отношении. Ситуация меняется. Зритель, он тоже стал уже искушенным. Его тоже не обманешь, не проведешь и не заставишь смотреть фальшивку. Вы знаете, коллеги, зрители, там, еще кто-то всегда будут говорить. Плохо. Это совсем плохо. Это, ну, ребят, ну, это самое легкое, на самом деле, сказать, что это плохо. Надо воспитывать зрителя, что не все, что там, есть коро-шоу для нас. Потому что у нас есть лучше. И наша инструментальная музыка, не зря же Улутау так прогремели на Западе, потому что люди увидели, вот это Казахстан. Это шоу, это бизнес, да, это шоу-бизнес. И ты должен прекрасно понимать, для кого создан этот коллектив. И поэтому не все коллективы ориентированы на зрителя, на народ, на залы, на стадионы. Это нормально. Давайте будем беречь то, что у нас есть. Как бы хорош или плох ни был казахстанский шоу-бизнес сегодня, это уже не вчерашний продукт. Со своими плюсами и минусами это часть нашей культуры. Субтитры сделал DimaTorzok